Сегодня в Черкесске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Карачева-Черкесии между региональными отделениями политических партий, общественными объединениями и муниципалитетами республики при проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Подробнее Алихан Лепшоков. Это тесное взаимодействие позволит нам провести большую работу в единый день голосования. И я уверена, что каждый из нас несет свой вклад, что выборы прошли у нас без каких-либо нарушений, отметила председатель Общественной палаты Карачева-Черкесии Елена Ляшова. В рамках этого подписанного соглашения проводятся взаимные консультации, посвященные участию представителей сторон в наблюдении за голосованием, обменом опытом и совместной информационной деятельностью. Вы знаете, что Общественная палата открыта, и мы тесно взаимодействуем с нашими партиями, и мы очень благодарны представителям партий, руководителям региональных отделений, потому что для нас очень важно, что Общественная палата, как вы знаете, не стоит в стороне избирательного процесса. Но мы понимаем, что вы главные, одни из главных участников данного избирательного процесса. После представителей пяти политических партий подписали соглашение с Общественной палатой республики. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам достигнуть хороших результатов, чтобы выборы были демократичными, отмечали собравшиеся. Подписание соглашения проходит в достаточно дружеской обстановке. Я высоко оцениваю всегда работу и деятельность Общественной палаты, потому что это такая организация, которая отражает все те чаяния, которые находятся у людей, и слаженная работа, конечно же, помогает реализовать многие задачи и многие проблемы решить. Также прошло подписание соглашения Общественной палаты с представителем общественных объединений и НКО. Во время заседания подписи поставили представители 23 организаций. Только общими усилиями и взаимодействием мы сможем обеспечить участием представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием в выборах. 2 числа, 2 августа, член Совета при президенте Брод Александр Семенович проводил круглый стол. И он сказал о том, что 47 общественных организаций по России заключили вот такие соглашения с Общественной палатой России и назвал в числе первых Федерацию независимых профсоюзов России, потому что это самая многочисленная общественная организация, которая объединяет более 20 миллионов человек. Естественно, в республике тоже это самая многочисленная общественная организация. Помимо этого подписали соглашение о сотрудничестве взаимодействия между Общественной палатой, Общественными советами, муниципальных районов и городских округов. Альхан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия.